Продолжение следует... 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 Вещь первая Это ситуация, когда Тот код, который вы добыли Там очевидно мертвый upstream Или это очень старый код Или upstream не развивается Или это очевидно одноразовый проект В котором есть ровно один commit Который как-то работает В общем Если у вас есть опасения Что вам потом самим придется монтейнить этот код Или по крайней мере поддерживать его в работоспособном состоянии А upstream за это дело не берется То скорее всего Правильным решением будет его скопировать к себе И стать самому немножко upstream Вот Наверное слово upstream Надо перевести на русский язык Это то место Откуда вы получаете Исходники В идеале Все время их получаете То есть выходит новая версия Вы их скачиваете и используете Именно поэтому В терминологии Людей, которые занимаются сборкой пакетов Под линукс Например Такая штука называется upstream Это то, откуда постоянно прибывают новые версии исходных кодов Вот Upstream Входной поток Значит Да Так вот первое соображение Когда вам нужно забирать И работать с этим кодом Как со своим Это в ситуации Когда у вас есть четкие опасения Что upstream плохой Его нету Проект одноразовый Проект очень старый Там много лет не менялся Короче говоря Есть опасения Что вы потом до него не доберетесь Правда В этом случае Вы должны Вы должны отдавать себе отчет в том Что скорее всего Вам придется самому Стать upstream в результате Вот В той или иной степени Понятно, что от вас никто не требует Там гиперответственности Но какую-то ответственность Вы на себя этим берете Второй вариант Состоит в том Что вы Сильно меняете Сильно меняете функциональность Модифицируете функциональность этого кода Настолько, что Вы почти уверены Что за upstream То есть вернуть ваше исправление Обратно в разработчику Вам это не удастся Вам все равно придется поддерживать этот код И не факт Что в следующий раз В следующей версии Возможно живого upstream Но живого Но не согласного С теми С тем способом его использовать Который используете вы Совершенно не факт Что в следующий раз Не согласный с тем Как вы используете Ну или вернее Не предусматривающий Такого как у вас Использование upstream Выкатит код Который вообще будет для вас пригоден То есть может быть Такая ситуация Что вот в текущий момент Вы нашли библиотеку Которая подходит Вашим нужным Ну после Дохакивания Возможно изрядного Ну подходит А следующая версия Этой библиотеки Уже не будет вам подходить Тогда вы А Снова автоматически становитесь Монтейнером Этого конкретного кода Б Как следствие Вам придется этот код Держать где-то у себя Возможно прямо в исходных Текстах вашего проекта Или где-то рядом Но все равно вы его монтейнер То есть в обоих случаях Вы берете на себя ответственность За сопровождение этого кода Вот В первом случае Потому что Вы подозреваете что Авторов у него больше нету Во втором случае Вы подозреваете что Авторы пойдут не в ту сторону В которую вам нужно И Вам все равно придется Как бы Поддерживать свой собственный форк Понятное дело Что в современном мире С развитой информационной связностью Вот эти Два с половиной метода Или три Если речь идет о том Что вы просто сами делаете форк И сами его ведете Потому что вы Сам себе злобный буратино И вообще Вам интереснее работать с форком А не с обстримом Вот Что называется Чукчин не читатель Чукчин писатель Вот Так вот значит В современном мире Это в общем не выгодно Так не делают Скорее всего вам Придется либо очень много Работать над этим кодом Современные программы Большие Да Решают сложные задачи Зачем вам делаться Делаться Монтейнером Абстримом Этого кода Если у него есть Настоящий монтейнер Настоящий абстрим Вот И правильно будет Вступить В Авторами С авторами в диалог И попытаться Все те изменения Которые вам нужны Им туда пропихнуть Вот Очень помогают Например Исправление ошибок Которые являются ошибками Обычно Абстрим за это Прям благодарен Вот С удовольствием Принимает ваши изменения Очень помогает Следование Тем Дисциплинам программирования Небольшая тусовка А при высокой связанности В общем Любой человек Может пойти в комьюнити И поэтому Способность Социализации Она Важна С обеих сторон И со стороны Абстрима И со стороны Вас Как потенциального Участника Вот Есть правда В случае разработки Под Линукс Еще один момент Который Не такой уж Простой Момент Стоит в следующем А зачем Вообще Собирать Эти исходники В этой библиотеке Даже если она вам нужна Если у вас есть Обычный В вашем репозитории Дивилл пакет С этой библиотекой Ставите И работаете Ну то есть Да Вы скачали исходник В котором Допустим Используется Липпнг И он там Прямо Вот в исходных Текстах Где-то лежит И вы с этим Исходником Что-то делаете Но зачем Если есть Липпнг Аж двух Версий В вашей Винукс Системе Можно Поставить Системный Липпнг Во-первых Это будет Удобнее Тем Что если Какие-то Ошибки То Их Исправят То их Исправят Прямо там А вы Как бы Ну зачем Вообще Винукс Пакет Нужны Для того Чтобы Фикс ошибок Происходил Один раз А немного Во-вторых Это удобно Тем Что вам Не придется Возиться С этим Кодом Вообще Вот Но Иногда Бывает так Что Из чужого Кода Выпилить Использование Других Библиотек Довольно Сложно Вот Ну потому Что люди Прямо так Написали Майкфа Где Гвоздиками Прибили Сейчас мы Пмг Соберем Вот тут Липпнг Лежит Сейчас мы Еще что-то Соберем Все это Шмяк А как только Вам Захочется Собрать С системным Липпнг Выясняется Что надо Прямо Руками Выковыривать Из Майков Майкфайл И прочих Конфигуряков Прибитые Гвоздиками Исходники Пути к исходникам Библиотек Которые лежат В этом Коде И пытаться Значит Как-то После этого Выковыренного Переписанного Вами Кода Как-то На этом Взлетать И тут А также В ситуации Когда Вы хотите Все-таки Сосуществовать С чужим Кодом А также В ситуации Когда Например Монтейнер Как я И Ваша Часть Вашей Задачи Собственно И состоит В том Чтобы взять Из этих Чужих Исходных Кодов Собойти Работав Работоспособный Пакет Под вашу Операционную Систему Во всех Этих Случаях Вам Приходится Иметь Дело С исходниками Которые Пишите Не вы И Вносить Требования Вот Про эту Задачу Работа С чужими Исходниками Мы Сейчас И поговорим Более Конкретно Значит Вы можете Вносить Правку В чужой Код Потому Что В вашем Проекте Он Отличается От чужого Мы Это уже Говорили Мы Уже Говорили Что Вы Может Быть Просто Монтейнер Вам Нужно Собрать Пакет Работающий Согласно Дисциплине Оформления Пакета В вашем Вашем Комьюнити В конце Концов Вам Нужно Собрать Так Чтобы Он Ставился Ну Не знаю Там В User Шаре А не В User Там Не знаю Local Вот Вот Вам Нужно Например Процедуру Сборки Авторскую Поменять Так Чтобы Бинарник Не Стрипался Чтобы Он Собрался С Дебаг Инфо Вот Это Частая Задача Для Монтейнера Пакета У нас В В В Очень Часто Вот Но Тогда Отлаживаться Тяжело Понятно Что Автор Ну Хорошо Для Отладки Я Соберу Просто С Другими Ключами А Как Это В Пакете А В Пакете Это Так Что Мы Собираем Всегда С Дебаг Инфо Не Пострипанной При Это После Сборки При Оформлении Пакета В Бинарный Пакет Приезжает Уже Пострипанный Вариант Без Дебаг Инфо А само Дебаг Инфо Приезжает В отдельный Пакет Под названием Дебаг Инфо Вот Но Это Значит Что Вам Нужно Менять Авторскую Идею О том Как Собирается Пакет И Вот Вам Пожалуйста Надо Что-то Патчить И Главное Главное Это Ситуация Такого Сизифового Труда Которая Состоит В том Что Вот Вы Скачали Из Австрима Новую Версию Пакет Исходников Напатчили Хорошенько Поменяли Все Что Там Надо Слово Патчили Сейчас Я Объясню Что Это Означает Поменяли Все Что Надо В Этих Исходниках Отладили Багу Исправили Собрали Ну Например Вы Монтейнер Вы Оформили Из этого Пакет Пакет Поехал В вашу Репозиторию Пока Вы Это Делали Вышла Следующая Версия Австрима И Там Опять Те Же Самые Проблемы Только Немножко Другие Понятное Дело Что В идеале Надо К ним Прийти К Обстрим И Сказать Ребята Вот Патчи Забирайте У меня Пожалуйста Примените У себя У вас Все Будет Работать Но Есть Много Вариантов Когда Обстрим От 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 Вам Придется Вносить Эти Исправления Заново Каждый Раз Когда Ваш Камень Скатывается С горы К ее Подножью Точнее Каждый Раз Когда Выходит Новая Версия Того же Самого Софта С теми же Самыми Недочетами Но Немножко Другими Потому Что Он Уже Исправлен Мало Лишь Что Какой Алгоритм Работаем Берем Чужие Сходники Они Либо Не работают Либо Не Собираются Либо Собираются Работают Не так Как Вам Надо Раскладывают Файл Инсталируются Не так Как Вам Надо Не важно Вы смотрите На весь Мета Проект С Майк Файл Аем С Конфигурят Со Всеми Делами И Видите Что Если Вы Просто Скажете Крибли Крабли Бумс Авторикон Конфигури Майк 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 Стоп То У вас Получится Не то Что Вам Нужно Значит Вам Нужно Взять И И Исправить Это Дело Исправляете Запоминаете Все Свои Исправления И Оформляете Это Как Отдельный Такой Вот Это Называется Патч Сет То Есть Ваше Исправление Над Оригинальным Исходным Кодом Оформляется Как Отдельное Такое Внесение Туда Правок В Случай Гита Это Будут Такие Гит Коммиты Например Если Вы Используете Гит Гит Коммиты Поверх Того Релиза С которым Вы Работаете Дальше Вы Вот Этот Пишел Сорс То есть Исходник Обстримный Не Модифицированный С наложенными На него Вашими Исправлениями Объявляете Вашим Релизом Делаете Из него Пакет Бинарник Устанавливаете В систему Эксплуатируете А дальше Вот этот Подготовленный Вами Патч Сет То есть Набор Исправлений Вы Перенакладываете На каждую Следующую Обстримную Версию Которую Нужно Будет Собирать Понятное Дело Что Переналожение Может пройти Гладко А может Пройти Негладко Кто Делал Гит Гит Мерш И Пользовался Мерш Штулом Меня Понимает Вот В следующем Семестре У нас Будет Про это Прямо Целое Занятие Ну Или Почти Целое Вот Поэтому Переналожение Тех Исправлений Которые Вы Накладывали На Предыдущую Версию Обстримного Исходника Это Отдельная Задача Которая Хотелось Бы Для себя Как можно Сильнее Автоматизировать Что Все Что Может Быть Переналожено Безопасно Должно Быть Переналожено Само Автомат Вот Такой Цикл Работ Что Для Этого Нужно Для Этого Используется Специальный Комплект Утилит Который Называется Див Тулз Посмотрим Див Утилз Вот Они У нас Из этого Всего Будет Пока Что Интересовать Только Утилита Див Она Самая Толстая Ну И У В общем Много Параметров Много Вот И Чего Она делает Тут Вот У меня В лекции Видимо Мне Придется Просто Скопипастить Потому Что Иначе Мы Задолбаемся Все Это Писать Если Мне Не Изменяет Память Это Это Я Писал Реализацию Значит Ну Есть Такой Системный Вызов И Соответственно Вокруг У него Точнее Это Уже Библиотечная Функция Open Которая Позволяет Указывать Всякие Флаги Интересные Например NoFollow Чтобы Симлинки Не Фоллились А почему То У Сишного Интерфейса Который Работает С Файл Звездочками Вот Этих Флагов Нету И Я Делал Врэпер Для Того Чтобы Можно Назвать FF Open Которым Можно Передавать Флаги Как Open То есть Например NoFollow Но Пользоваться При этом Файловыми Объектами Вот Такую Вот Я Зачем То Делал Штуку Давайте Мы Это Сейчас Копипастим Это У нас Будет Версия 1 Вот А Вот Это У нас Будет Версия 2 Давайте Заодно Посмотрим Чем Они Будут Отличаться Вот Я Намеренно Сейчас Не Использую Git Как Универсальный Инструмент Для Подобного Рода Работы Для Того Чтобы Объяснить Именно Как Работают Утилиты Диф И Патч Мы К Гиту Еще Вернемся Сегодня Потому Что Он Умеет Почти То Самое Но Там Есть Некоторые Нюансы И Эти Нюансы Важно Себе Представить Для Начала Давайте Просто Посмотрим Чем Они Отличаются Жмак Вот Кстати Не Самый Последний Давайте Тогда Вот А Я Понял Это Удаленная Машина Да Кстати Не Самый Последний Инструмент По По Выявлению Этих Самых Диф Это Вим Вот Тут Вот Прямо Видите Сайт 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 Прямо Очень Хорошо Видно Чем Один Файл Отличается От Другого Вим Умеет Видите Делать Складки даже в этом случае надо как-то уметь с этим с этим работать ok значит вот мы посмотрели чем они отличаются на самом деле это такой визуально представимый формат а можно же вызвать утилиту div собственно сказать что-то типа div open1c open2c вот по умолчанию div нам выдаст довольно забавную штуку он говорит так вот смотрите чтобы сделать из первого файла 2 надо удалить нет надо добавить в 12 1 после 11 строка строки вот такую строку после 11 удалить и будет их 12 удалить 13 строк а после 14 добавить вот такую строку и будет их 15 вообще говоря ну такое себе вот давайте попробуем какой-то другой формат диффа а есть еще смешнее формат диффа вот это это список команд для редактора ед мы можем взять запустить редактор ед такой построчный редактор который бы который возьмет отредактирует файл фопан 1 и превратит у файл фопан 2 выполнив вот эти команды вот давайте просто ради прикола ед.cmd или cmd.ed cmd.ed да ед о.c а чё нету еда как-то нету еда как-то нету еда должен быть ща да ладно быть того не может фу отлегло да этот это один из самых старых текстовых редакторов в мире он с каких-то немыслимых времен существует вот им можно пользоваться было когда вместо консолей были принятий алвайт на цифровые печатающие устройства с клавиатурами так что он должен никому не нужно но тем не менее вот смотрите ед что там у нас по точка c cmd.ed эд ах мне не нравится вот это ну давайте посмотрим у нас был вим див да вот вим див о точка c вот я не сработала а че сделал неправильно так вообще говоря должен быть сработать чему не понравилось а дать почитаем документацию папа поеду может быть он он такой древнючий что да похоже что надо делать не так надо делать так еды cmd .ед меньше коп он а ну там о . c нет тоже нет ну тогда не знаю слушать . ну и чё ладно все равно хочу узнать ну вот видите тут александр который часто присутствует у нас на лекциях и много отдельных советов говорит он даже спорит с тем насчет того что ед никому не нужный я тоже с ним согласен на самом деле я им тоже время от времени пользуюсь хотя понятное дело что ну потому что если надо реально обработать какой-то текст превратить его в другой то на чем писать программы можно на сети конечно но но ед в этом смысле как-то слегка вменяеме так чё тут у меня я скрипты не выполнился чай сделал неправильно непонятно то есть если не дать попробуем сделать это руками наконец но в руками ты должно получать да так работает а ему надо еще все я понял ну-ка проверяем яс вот теперь они будут одинаковы точно я забыл я забыл записать файл обратно вот вот этот див который выдавал ед скрипт он файл довел до состояния вот вот до этого но там было не написано записать его вот а я вот это теперь вот так вот 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 теперь все 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 нормально вот это w означает записать файл обратите внимание что я использовал одну из дефутиллс в данном случае cmp которые а нет ну cmp можно тоже сказать минус в о .c ну неважно короче они одинаковые были бы они разные нам бы выдалось выдалось отличие вот то есть после обработки ед скриптом о . c превратился в второй вариант вот ну уберем его конечно это не так важно важно другое важно то что у утилиты див есть много разных способов предъявить вот это различие вот ну можно еще сказать див минус c вот видите да значит здесь удаление здесь добавление и наконец див минус у который считается в современном мире наиболее удобным форматом представления различные среди простых форматов как то который видите он нам смешивает один поток и говорит так отсюда удалить в смысле сюда добавить отсюда удалить сюда добавить вот видите как кстати у современного гита появилась опция находить переносы строк ну в общем посмотрим когда будем гитом заниматься сегодня посмотрим может быть он нам еще более интересное что они покажут ну и так вот и вроде ничего да ахе 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 вот и а а ох ну в общем вы меня поняли сейчас я вспомню как называется зен бёрн 2000 ну короче вот бог с ним значит раскрашиваем как хотим можем не раскрашивать вообще да это тот же самый кстати абсолютно тот же самый пигмент с которым мы сейчас запускали в консоль только встроены в мой вики движок вот самый минус пожалуй наиболее адекватный инструмент сравнения обратите внимание на его особенности он указывает какие файлы сравнивались вот здесь он пишет что произошло со строками до было начиная с 9 9 строк стала начиная с 9 10 строк вот а тут он отмечает плюсиками минусками ведь он сдвинул на один на одну позицию весь файл то есть вот у нас файл как бы начинается с первой колоночки в нулевой колоночке отметил сделаны изменения плюс минус соответственно что добавилось туда вот вот так работает див принципе есть разные интересные штуки мы можем указывать размер контекста например сказать ему минус c допустим 5 чё нет нет не умеет минус цепи опять может а все маленькая ты же такой c 5 ну хорошо c 1 а понятно это контекст див да мы можем указывать раз размер контекста видите мы можем также у 5 вот зачем это для того чтобы вот эти строки которые одинаковые видите там было у по умолчанию 3 а теперь 5 начиналось 9 теперь начинается с 7 до чтобы вот количество строк которые одинаковые до и после изменений а старую увеличить или уменьшить вас зависит от того чего мы дальше хотим делать а что вы дальше хотим делать раз разговор впереди давайте теперь я не уверен что это один и тот же файл к сожалению видимо нам придется 2 сделать еще два примера ща дайте подумаем как это сделать чтобы было более конкретненько а я знаю чуть 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 значит надо делать значит смотрите удаляем сейчас мы в фокин . 1 . си фокин . си гид коммит минус м и нишу так теперь мы вы фокин ввс сказал фокин 2 . си фокин . си обратите внимание я уж пропалю это конец на сегодняшней лекции на все равно это пропалю гид див ничего не узнаете да это же не файдив только раскрашенный провод он и есть вот в точности он за одним исключением поскольку это два две стадии одного и того же файла фокин . си теперь гид предполагает что старый файл лежит в каталоге а воображаемом а новый файл лежит в каталоге бы воображаем все а в остальном смотрите плюсики минусики эти блямбочки такие я не помню нам контекст показывал не показывал а тут вот он еще и контекст показывается он обнаружил в какой функции все произошло это гид имеется в виду а в остальном все тоже сам так очень хорошо значит скажем гид коммит минус а минус м ферст вот остальное остальное удалим так давайте мы проверим что это тот же самый файл я сильно подозреваю что он тот же самый но мало ли что и теперь мы знаем как это делать это не тот же самый файл они отличаются чем они отличаются отличаться каким-то форматированием вообще говоря давайте попробуем сказать а если короче ключик минус б диффу говорит слушай не сравнивай количество пробелов в ваших языках программирование количество пробелов ничего не значит не сравниваю ну вот он там нибудь табуляции ха-ха-ха давайте попробуем вот вот этот вот а знаете что это старый файл я думаю что это старый файл я вижу здесь те же самые исправления что и раньше ха-ха-ха все я понял хорошо пробуем нет все хуже а ну минус b конечно да вот это старый файл отлично сейчас мы тогда из этого старого файла будем делать новый а тут даже смотреть не будет и действует в том что вот вот этот файл и вот этот файл одинаковые а тут мы сделали разные изменения вот это не следовало из конспекта лекции я пытался в нем разобраться не доразобрался ведь теперь разобрался вместе с вами и так мы теперь накладываем другие изменения вот такие которые будут более крутые сейчас давайте посмотрим во первых давайте проверим что это так див минус у что то тут с табуляциями все равно давайте мы давайте мы сейчас это сделаем вот так вот вот шикарно я отформатировал нормально нормально с табуляциями сишный код просто тут какие то они странные в примере к лекциям сейчас мы тогда сделаем коммит чтобы вот и вот значит у нас новый файл который о .c видите он состоит из двух изменений да давайте мы вим дифом это посмотрим и вы увидите что это два изменения вот значит в начале файл и в конце в конце видите я добавил какой-то в клоуз которого не было что в общем неправильно мы можем даже вот здесь вот открыть вот эту складочку и увидеть что между вот этими изменениями в довольно много общего у двух файлов вот с точки зрения дифа это выглядит как два разных так называемых чанка первый чанк прилагается вот к этому контексту второй чанк прилагается вот к этому контексту вот вот два изменения ну вот это они же да в чистом виде если вы помните в прошлый раз мы изготавливали вот только что мы изготавливали ед скрипт который один файл превращает в другой но ед скрипт это вещь опасная да если мы заранее не уверены в том что он редактируемый нами файл действительно такой как он есть смысле действительно состоит из этих строк что те строки которые мы удаляем это те самые строки которые нужно удалить ед плохая идея гораздо лучше использовать утилиту патч которая входит в по-моему называется пачутилс или он в дефутилс входит ну-ка давайте посмотрим да он входит в дефутилс я соврал вот утилп патч которая умеет применять изменения к одному файлу на основании ровно вот этого файла который выдает div минус у минус с еще какой то вот div минус у в точности он тоже может то есть если мы возьмем сделаем так ну для начала давайте назовем фопун 2 это новый файл а это старый скажем div минус у фопун точка си фопун 2 точка си и положим это в файл ну назовем его не знаю тучанкс точка патч или див неважно патч вот кстати сказать его умеют раскрашивать разумеется в им потому что это довольно важный такой формат в разработке вот вот этот файл патч с помощью утилиты патч можно наложить на исходный текст вот этого чтобы получить вот это вот для тех кто привык считать что патч это такой бинарник на несколько гигабайт в которой ты скачиваешь запускаешь в каталоге с игрой и в результате у тебя вместо значит врагов бронежилет их начинают голые девицы бегать в твоем фпс шутере то нет речь идет не об этом речь идет именно о работе с исходными текстами и в данном случае патч это и есть то самое проигрывание изменений о которых мы говорили с самого самого начала отложены отдельно проигрывание изменений поверх известного поверх чужого условно чужого исходного кода так значит патч 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 вот он патч давайте мы скажем cp в open.c в о.c и попробуем запатчить этот самый файл с помощью утилиты патч патч о точка c из тучанкс дэнс он как-то ничего нам не сказал нам как минус минус в надо было сказать а он видите когда патч прикладывается хорошо когда патч прикладывается хорошо он играет так мы взяли запатчили ну давайте попробуем еще раз cpm and так почитаем документацию документацию тогда лучше наверно man по патчу пускай нам чуть расскажет verbose минус 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 верболус и всего ну хорошо давай ему так ему скажем у нас минус верболус о смотрите как и красоте значит чё горит паешь пойдет так это скорее всего див минус у еще следует что он какие-то другие диффы тоже умеет дальше тут есть какие-то перед див минус у какие-то слова я их типа пропущу вот сами разбирайтесь почему потому что он сравнивается в нашем исходном файле мы сравнили фоупин си и фоупин 2 . а здесь мы почему извините что другой файл о . c то есть вот на это он ориентироваться не будет он будет смотреть непосредственно на тот файл который мы ему выдали уголь окей чем его за патчем план а это название алгоритма с помощью которого эти патчи применяются говорит о смотрите в девятой строчке этот самый ханк он же а я как назвал я зал чанком он не чанк он ханк вот в девятой строчке чанк применился в 32 тоже применился все хорошо всем вот смотрите 9 и в 32 отлично применился всем хорошо всем спасибо теперь у нас файл о . c полностью похож на файл фопин 2 болт он он как бы они вообще идентичны ой нет не идентичны а фопин 2 вот идентичны ну а собственно все как бы а теперь самое интересное а теперь самое интересное самое интересное стоит следующий сейчас еще сделаем почему называется фопин 2 не знаю ну давайте вот возьмем новый файл вот этот файл слегка отмечается от старого а нет о . c да вот только c дэнс дип пол пункта . ну конечно посадим вот значит обратите внимание что дать еще вим див скажем обратите внимание что файл о . c теперь не равен файлу фопин . c он чуть-чуть отличается вот здесь у нас отличие вот оно и вот здесь у нас добавлено строчек внимание вопрос можно ли запатчить файл о . c с помощью различий которые вычислялись для файлов фопин си и фопин 2 оси при том что о . c отличается от файлов файлов фопин . давайте попробуем кто нам мешает патч о . c . ну мы скажем что надо делать минус минус вербосс он кажется сейчас вырубается и сам да глядите угадачу норм норм первый чанг применился в девятой строчке правда там чуть-чуть разъехался контекст но не сильно разъехался всего лишь на одну единицу в чем это разъезжание контекстов измеряется в патче я не знаю второй чанг просто применился но там еще одна строчка периоду следующей строчки не в 32 а 33 хороший годный патч он нормально применяется но там чуть-чуть контекста разъехались это уже было интересно давайте мы еще раз вернем все как было и посмотрим с чем наша утилита патч в результате справилась при попытке все это изменить только вот так вот давайте еще интереснее сделаем давайте мы а может и сделано да еще разок итак файл о . c отличается от исходного тем что вот здесь вот изменен контекст чуть-чуть поправлен видите а здесь добавлена строчка это означает что тот тот патч который тот патч который мы будем собираться на который мы собираемся накладывать вот во втором чан во втором ханки он применится вот не здесь так плохо видно да а вот чуть пониже вот здесь он применится да то есть тут из-за вот этой строчки он применится на не в 32 строчки а в 33 вот а в остальном вот они как бы похож вот с этой задачей несмотря на то что наш ладно бог с ним несмотря на то что наш контекст даже тут меняется да то есть вот патч который мы собираемся применить он ожидает увидеть вот такую строчку увидит вот такую давайте посмотрим еще раз он ожидает увидеть вот такую строчку а увидит другую тем не менее поскольку это изменение в контексте и весь остальной контекст совпадает а весь остальной контекст совпадает сочтет это изменение не слишком важным и применится тем более что те места где собственно нужно делать изменения они прям один в один совпадают только контексте немножко разве и поэтому этот самый патч вот давайте мы еще скажем у минус минус вербузка и все расскажет что знает поэтому этот патч применится первый применился с несмотря на то что контекст разъехал 2 плюс просто в другом месте волшебство что получается получается что получается что мы можем держать свои изменения в в этом самом в патч файлах возможно не в одном ну по хорошему лучше не в одном потому что довольно жестко когда у тебя там 25 чанков из них ханков из них а 20 прилагается опять не прилагается и ты ручками должен что-то переделать а мы сейчас это будем делать ручками вот держать свои изменения в почти эти в наборе патчей и перенакладывать эти панчи каждый раз когда к нам приезжает очередной версии исходников и запстрима вот которая возможно где-то изменилась но она возможно где-то изменилась не там где мы ее патчем как видите изменение добавление строчки вот сюда да вот сюда добавление строчки отлично работалось почем он ничего не сказал вот нарастание фуза может привести к тому что он откажется патчет скажет что контексты слишком различаются иди ты отсюда а вот то что 32 33 строчка или допустим туда еще 1000 строк добавилось она оказалась не 33 1033 это в общем для при совпадении контекстов для патча это прям как конфетка взял и применил забуду или не забуду дать я сразу скажу об опасности опасность стоит в следующем предположим вы запатчили какую-то функцию потому что там надо было врапить ну не знаю там кастико к определенному типу но человек возвращал интер вам нужно чтобы он возвращал там не знаю сайты и вы это заказьте потом обстрел взял и добавил еще 200 строк в которой он за копипастил эту функцию но немножко с другой логикой ну не знаю там вот была значит функция которая измеряет количество осадков а теперь он написал обстрим функцию который измеряет количество осадков количество снега отдельно количество дождя отдельно все три функции нуждаются в таком патч потому что обстрим продолжает возвращать интер вам вам все еще нужно сайты ваш плач отлично применится к первой функции в которой найдет такой контекст возможно это будет та же самая функция который возвращал количество осадков а возможно это будет первая попавшаяся функция в которой такой же контекст обнаружился две оставшиеся разумеется никто за вас не запатчить то есть когда вы накладываете патч сет на измененное измененный обстрим вы всегда рискуете тем что какую-то логику которую дополнительно реализовал в обстрим естественно ваш пач не обнаружит он не умеет обнаружить логику он умеет обнаружить только совпадение контекстов вот а тот факт что у вас вместо одного места требующего патчинга появилось 3 вообще никто кроме вас обнаружить не может так что с этим надо быть аккуратнее но в остальном очень волшебная штука как видите вот она так работает давайте посмотрим ситуацию когда это волшебство сбоит большевство сбоит давайте посмотрим на что у нас есть тучан с точкой патч если мы поменяем если мы поменяем здесь тот контекст который меняется то есть отредактируем не вот эту строчку а вот эту то что входит суть патча патч скажет что он применяться не будет смотрите что там я говорю алис что алис фара плюс вот поскольку эти два файла отличаются одной строчкой всего но эти два файла отличаются всего одной строчкой но именно эта строчка входит в не в контекст а в непосредственно изменяемые изменяемое место патча вот она такой по сейчас не применится точнее все хуже он применится на половину вот этот чанк применится а этот нет сейчас мы это увидим о смотрите первый чанк не применился второй чанк применился у нас на руках теперь есть исходный файл и полу запатченный файл в таких случаях когда чанк не применился и это хорошо неплохо потому что это означает что в исходниках изменилось то самое место которое вы патч или если она там изменилась надо сначала посмотреть может быть пач не нужен вообще может быть он нужен но в другом месте может быть он мало ли что может быть то вообще логика поменялась и надо патчить совершенно по-другому вот поэтому это хорошо что он не применился главное этот момент отловить этот файл понятное дело что линуксовая команда пач в этом случае выдает статус ошибки до в случае когда она все хорошо запатчила она заканчивается со статусом 0 и дальше у вас есть смотрите у вас есть файл полу запатченный файл исходный и файл реж режектор в котором в некотором формате описано да что тот же самый unified формат на самом деле в unified формате описано о какой патч не применился дальше вы идете пешком туда и говорить о . си . реж и о . и смотрите чё что нужно было сделать для того чтобы этот патч применился нужно было во первых добавить сюда вот такую строчку до обратите внимание на то что вот этот файл который о . си он уже от патчены вот здесь этот чанг применился не вижу кстати он применился а да он применился там в коз там в козы вп появился правильно вот этот чанг применился вот а вот этот чанг не применился вы можете кстати посмотреть что было в исходном да то есть в чем в чем различие оси . рек вот вот вас три файла теперь да вот это у нас оригинальный это у нас полу запатченный и это почти ним вот можно потом смотреть что произошло что произошло почему у нас вот здесь вот вот здесь вот сейчас а почему у нас . рик тут написано адрес файл плюс непонятно а ну да разумеется вот и мы видим что этот чак не применился потому что ровно вот эту строчку мы хотели поменять вот так что мы берем и выполняем всю эту операцию вручную мы добавляем строчку которую хотели добавить вот сюда не забываем только что она вот такая да и мы удаляем вот эту строчку отсюда и добавляем ее вот вот теперь она наши труды по применению патчета к изменившемуся от стрима об стриму вручную частично вручную а частично нет напоминаю что вот этот чак применился сам наши труды увенчаясь некоторым успехом вот примерно так все это происходит и вот теперь значит касаемо гита ну во первых мы уже видели что гид умеет показывать гид диффа то собственно гид минус у в чистом виде давайте мы сейчас все это поубираем вот это поубираем тучан спать моста все все с ним понятно с этим почем пускай мы не знаю пускай он лежит не лежит чем здесь делать давайте посмотрим будет мы еще к ним обращаться не будем от ним больше обращаться хорошо да значит тогда уберем датучанк спать с которым все понятно деф минус у фопунт точка си фопунт 2 точка си а это я помню да вот вот у нас есть некоторая история разработки в гите отлично кстати показывающая смотрите гид лог минус п нам прям показывать что мы делали вот смотрите гид лог минус п научился с недавних пор а может быть из данных я просто недавно про это узнал раскрашивать ситуацию когда у нас не удаление и вставка а замена раскрашивать ее в другие цвета ведь вот тут он почему-то считает что это вставка удаления вот тут он считает что это замена сейчас покажу конфиг вот он научился научился а распознавать перестали перемещение строчек с помощью какой-то своей логики внутренней ведь он иногда работает иногда нет но работает и работает и хорошо вот это и не шел это собственно когда мы их сдвигали а это собственно наш патч смотрите какая красота вот как не трудно догадаться гид патч поскольку гораздо более свежий инструмент чем эти ваши дифтулс или дифютилс разумеется может из-под себя генерировать последовательность патчей ну кто бы ему мешал мы можем сказать гид формат патч давайте почитаем к нему ман hello science да вот собственно с какого момента гид лог ну естественно вот отсюда пишем гид формат патч вот начиная с этого коммита вот начиная с этого коммита было применено два патча один по исправлению табуляции другое по применению вот этого двухчанкового патча вот они тут лежат если в них заглянуть вы в них узнаете вы в них узнаете unified div прям ну это страшный потому что табуляции давайте лучше 002 вот вы в них узнаете unified div с некоторыми дополнениями которые нужны гиту вот вот отсюда начинается unified div с той лишь разницей что поскольку файл у нас называется одинаково он лежит в ображаемом каталоге мы это уже видели а вот до этого тут всякие интересные штуки вот это например вот это например эти самые commit id смотрите нет это не commit id какие-то другие види ну и ладно ну и ну и хрен бы с ним а возможно это возможно это это иди объектов в гид репозитории из какого объекта какой получается вот ну он еще умеет парсить стишный код и например находить в контексте какой функции все это происходит но это так бонус вот эта строчка она вообще нигде не участвует ни в какой логике она для тех кто читает это на всякий случай а вдруг не в ту функцию мы это применили помните мое замечание про то что апстрим скопировал одну функцию сделал три и мы запатчили первую попавшую и к нему еще к такому патчу предлагается какая-то статистика как если бы обратите внимание на поле from date и subject как если бы это письмо было электронным фактически гид приспосабливает вот такой обмен к обмену электронной почтой и вы можете прямо получить почту скормить ее гиту и сказать гид примени вот этот патч прямо из почты что важно важно что здесь есть какой-то гид какой-то коммит месседж и важно что тут есть человек который этот самый коммит применял в данном случае некто вот ну и время то есть когда вы будете воспроизводить вот эту вот этот патч сет над исходной ситуацией сейчас мы это сделаем то к вам приедут не только сами патчи но и коммит месседжи вот эти смотрите так только надо давайте посмотрим с какого начиналось вот с этого да во значит что у нас лежит в fopen это наш старый самый первый вариант на который надо наложить два патча эти два патча вот они значит вы можете их банально патч минус у наложить да то есть ну реально это так делается причем даже вот так вот он сам найдет файл который патчить видите вот и вот они все эти изменения сюда приехали боже как он их красиво раскрашивает ужас просто радуга какая-то но и это неправильно раз что мы пользуемся гитом то вот все эти патчи которые которые гит нам тут нагенерил можно можно применить одной командой которая называется git am по-моему вот и git apply но git apply он просто патч применит а вот git am это универсальная штука которая еще и commit message туда в пиндюрит git am 0 звездочка жмак смотрите смотрите какая красота и известно кто известно когда то есть вот все вот это было взято из дополнительного заголовка который обычный патч не понимает а гит понимает вот отсюда было взято да я там чё время погрины чё что ли судя по времени да вот а ну да таймзона видите какая время погрины чё да соответственно вот вам пожалуйста картина использование гита для этой штуки почему я с гита не начал понятное дело что для современного разработчика работать с системой контроля версии типа git гораздо удобнее тут потому что мне нужно было показать низкоуровневый механизм как на самом деле все это работает когда вы работаете с гитом иногда возникает ощущение некоторого чудодейства вот тут александр спрашивает а можно ли вот в этом патче заставить кого-то проверить контекст внутри которого это все происходит не знаю боюсь что нет боюсь что это чисто информативная штука или скажем так я не знаю ответа на этот вопрос вот было бы интересно конечно было бы интересно конечно ответы на этот вопрос узнать вот если вдруг появится кто-нибудь здесь присутствующих это узнает пожалуйста а бросьте ответ в чатик это правда мне тоже интересно если я узнаю я брошу вот вторая фишка которая отличает гид от патча и это полное отсутствие искусственного мозга гид не умеет прикладывать патчи с фазом прям совсем то есть если мы сейчас сейчас смотрите давайте ладно во сейчас давайте откатимся в начало вот эммм эммм эмм гид аплай пожалуйста это вот нам применился файл ну в смысле патч но если мы сейчас отредактируем этот самый фопин и что-нибудь там изменим неважно что что-нибудь то второй патч уже не применится гид нужно четко один в один состояние одного файла и другого вот вот всего этого мозга который встроен в утилиту патч в гиде просто нет почему так потому что и об этом мы видимо будем говорить уже в следующем семестре гид рассчитывает на то что любые слияния которые вы собираетесь делать из не совсем похожих исходников это не автоматическое применение мержи этих самых ну патчи а некоторый специальный процесс слияния под которым требуется специальные стратегии и он не так выглядит что вы берете прям накатываете какие-то изменения и некоторые из них не совсем не совсем как бы точные но ничего сгодятся так не ведется история разработки вы тогда что делаете вы заводите отдельную ветку на эту ветку накатываете все ваши патчи а потом пытаетесь помержить с той веткой на которую патчи не накатываются и вот процесс мержинка процесс слияния двух веток одна из которых это чистая ветка на которой все патчи накатились а другая из которых это то как шла разработкой где-то там были контекстные конфликты вот этот процесс уже может быть достаточно хитрый мудрый и в некоторых случаях звать вас как окончательного арбитра чтобы решить ну вот какие изменения из тех что вы применили из тех что не применяются автоматически нужно куда вставлять короче разрешать конфликт руками так же как это мы делали вот при в случае патча когда он увидел несовпадение прямо изменяемых стран вот руками или искусным мозгом но не попыткой воспроизвести историю прямо поверх старой истории с значит не четкими не четкими различиями пускай лучше будет мешками вот но об этом видимо в следующем семестре про мешками у нас осталось 15 минут давайте я посмотрю тут здоровенная тема как уже было сказано дело в том что на эту тему уже говорили в прошлый раз и возможно не так уж много нужно будет сказать сегодня единственное что я должен сделать это исправить ошибку которую допустил на прошлой лекции ну как ошибку там была не ошибка там был такой недочет который я не стал исправлять вот ну обо всем по порядку значит новая тема мы поговорили про то как мы взаимодействуем с обстримом мы поговорили про то что нам нужно где-то держать вот эти патч-сеты разумеется не в текущем каталоге а где-то там рядом да чтобы когда мы обновляем обстрим они сюда приезжали и мы поговорили про то что возможно вся эта затея вся эта эпопея с патчами в современном мире не очень нужна потому что есть гид и система контроля версий почему это не совсем так мы поговорим в следующем семестре у нас будет разговор у нас будет разговор про гид у нас будет разговор про его использование и вот там мы увидим что в принципе есть два способа этот процесс воспроизвести и у каждого из этих способов есть свои недостатки вот абсолютно объективные и быть может патч-сет не такая уж плохая идея вот для некоторых ситуаций для некоторых конечно гид хорошая идея отложим пока но вот эти патчи вы точно увидите в больших количествах у многих людей там некоторые люди до сих пор так разрабатывают софт они выпускают релиз и потом на него накладывают сами патчи эти патчи публикуют потом все эти патчи прикладывают и выпускают следующий релиз и так вот по кругу довольно интересно да так вот установка это вообще-то тема следующего последнего нашего занятия но понятное дело что у нас есть время начать сегодня начнем сегодня вот вы собрали ваш проект в текущем каталоге что делать дальше вариант первый вы собираете проект в текущем каталоге из текущего каталога запускаете вообще никакой установки ничего не делать зачем это может быть нужно хороший вопрос на самом деле ну представьте себе да вот у вас есть каталог разработки там какие-то исходники какие-то генераты еще что-то еще что-то и тут же ваш бинарник и тут же вы его оттуда запускаете выглядит потрясающе неаккуратно ну и мне как человеку который годами занимался оформлением пакетов это конечно очень прийти важно что такой способ эксплуатации означает что у вас лежат переводы в нестандартном месте документация в нестандартном месте монтаж нестандартном месте вообще все у вас будет в нестандартном месте мало того скорее всего такой способ использования потребует от вашей программы либо специального кода который привязывается к тому месту где у вас все это лежит либо вообще не будет работать если мы предварительно не сделаем cd в это место ну и тогда он будет все пути видеть относительно у нас такое было помните мы использовали для переводов просто просто под каталог и эта штука работала только в том случае если она лежит если она есть текущий каталог имеет этот под каталог плохая в общем идея вторая идея оформить ваше приложение как приложение и установить куда-нибудь в какое-то левое место заранее знаю что в этом левом месте она будет хорошо работать фактически этот этот второй вариант не отличается от первого за исключением того что вы предусматриваете понятие установки и знаете что структура вашего приложения будет устроена следующим образом она где-то лежит в опт что-то там в этом опт что-то там бывает под каталог бин для бинарников либ для библиотек там ман для манов и все остальное вы сами проделываете необходимую работу чтобы например эти либы прочлись и заделепнились когда они открываются потому что это не стандартный каталог для системы вы сами проделываете работу чтобы ваша программа знала где искать допустим какие-то дополнительные данные к себе что они лежат не где-то там а вот-вот-вот-вот под каталоги вот этого короче говоря все делайте сами ну конечно главная проблема это ld lab repath который надо прям руками перегружать и скорее всего вот разные такие проприетарные блабятины типа там гуглобуса и прочего зума они как раз примерно так устроены они значит все складывают в этот опт и там дальше для запуска такой shell скрипт который сам настраивает ld lab repath чтобы собственной библиотеки подгружать еще какие-то настройки короче для запуска формируется специальный shell скрипт который все дергает ну так так устроена вот ваш вариант установки если вы выбираете установку по типу номер один а еще пользователю надо как-то рассказать что у тебя опт где-то там что-то там где-то там лежит бинарник ну или положить куда-нибудь маленький simlink там user local bin user bin вот чем этот способ хорош он хорош тем что он никому не мешает для того чтобы деинсталлировать всю эту фигню надо удалить вот каталог в котором все установили всем хорошо сразу чем этот способ плох я уже сказал все файлы которые мы ожидаем нашей linux системе видеть на своих местах в либе в юсаршаре в юсарбине они лежат не там еще один способ все установить руками это ужасно это реально ужасно так делать не надо а если там что-то лежало в этом месте короче устанавливать что-то руками прям вот устанавливать руками это очень плохая идея какие еще бывают способы еще бывает способ стать монтейнером пакет и сформировать пакет еще бывает способ написать свой собственный инсталлятор но за это в общем обычно руки отрывают довольно забавный вывод можно сделать что мы с вами как разработчики софта вообще не озабачиваемся до конца установкой наших нашего софта в конкретное окружение то есть либо мы предусматриваем установку в слэш-офт либо мы говорим так мы сейчас сделаем установку в ваши линуксовые вот эти реалии ну там в юсарбин будет бинарник приезжать юсарлип 64 юсарлип будет или юсарлип будет приезжать библиотека в юсаршаре ман чего-то там будет приезжать ман и так далее а вы монтейнеры сами это проверьте чтобы это было вот как у вас в дистрибутиве полагается и поправьте если что вот значит теперь относительно установки в автомейк мы уже с этим баловались и вот давайте я это баловство немножко поправлю это было по моему вот тут да значит у нас была такая программка которую мы документировали вот да вот давайте сейчас ее соберем напоминаю это была тема документирования что там у нас а у нас это самое dot файлы не генерировались ну не знаю давайте что ли сгенерируем не времени нету здесь не стоит граф виз и она не нарисовала картинку в нашем документации важно не это давайте попробуем установить скажем make install поскольку мы пользуемся авто конфом ну авто тулсом авто конф автомейком make install как видите я нажал tab и он есть то есть make install поддерживается поддерживается ой поддерживается по умолчанию и зависит от того как мы оформили наши make файлы и мы если мы сейчас скажем make install нас все пошлют почему потому что по умолчанию если мы ничего не исправили в процедуре сборки установка пройдет в user local это такой промежуточный вариант между теми которые мы рассмотрели который в прошлом тысячелетии очень хорошо заходил на коммерческих юник системах где нельзя было никак модифицировать конкретный каталог там user bin вот но при этом хотелось не в опт ставить и сто пятьсот приложений там а вот создать какой-то специальный каталог где бы лежало все что мы собрали вот этот специальный каталог где бы лежало что мы собрали назывался user local кстати в операционных системах семейства bsd так делается с пакетами вот и вот туда user local bin user local man user local toy user local seo как раз складывается по умолчанию вся вот эта фигня но нам как линукс разработчикам вот эта штука ни уму ни сердцу она такая же не интересная как попытка установить в слэш опты еще куда-то мы должны делать по другу что мы можем сделать да а я забыл сказать что для таких трюков еще нужно нужны права рута вообще-то на секундочку вот когда-то очень давно когда вся эта схема писалась понятное дело у людей особых проблем не было люди работали под рутом собирали под рутом устанавливали под рутом но это конечно было давно и неправда вот и с тех пор произошло несколько разных изменений в частности мы можем написать вот так дест дир только давайте мы уберем а ну хорошо нет мэйк инстал дест дир дир равняется тмп ну тест инст так файнд боюсь что он что-то не то создал да так так вот эту вот тильдочку надо было раскрыть сейчас секунду вот да не файл а мэйк инсталл вот обратите внимание на то что вот этот дест дир он на самом деле приехал к нам с автотулсами когда мы формировали этот самый мэйк файл это это одно из многочисленных умолчаний которые нам доступны когда мы используем мета инструментарий автотулс вот в ци мэйке и какого там зовут третий популярный набирающий популярность мизон да в ци мэйке мизоне тоже примерно так же это устроено просто там ну другие договоренности вот этот дест дир он сгенерился автоматом мы его не писали и мы можем сказать вот так вот и давайте посмотрим что получилось в результате после установки вот вот у нас бинарник user local и вот у нас man правда лежит он совершенно не в том месте в котором надо и это была та самая ошибка которую я допустил в прошлый раз потому что на самом то деле на самом то деле сейчас я скажу что нужно сделать сейчас давайте поищем время у нас почти не осталось но все таки немножко есть вот для того чтобы man page устанавливались куда надо надо их всего лишь описывать как маны из секции man ну скажем один то есть вот у нас тут было написано неправильно помните вот это вот нет нету это генерат вот эту вот картинку вот смотрите помните да значит мы генерим наш man page просто с помощью help to man вот потому что нам лень и потому что у нас аркп он умеет по минус-минус help пригодный для help to man и документацию но вот здесь мы сказали что это пока когда то дата пока когда то дата это штука которая придет в usr шаре имя имя файл и имя проекта вот видите плохое место негодное для мана а вот если мы бы но зато это хорошее годное место для всех всех файлов с данными которые мы хотим туда сложить а вот если мы хотим чтобы это был man надо было просто написать man 1 months вот и все бы было сразу совсем по-другому собрали проинсталлировали вот о и это правильное место единственное что мне теперь не нравится что вот этот префикс local он конечно неправильный тоже вот а правильный префикс должен быть без этого local ну для этого мы просто делаем сейчас скажу давайте посмотрим в план лекции там написано а господи минус минус префикс вот минус минус префикс всего на все значит когда мы делаем конфигурия конфигурия вот здесь вот по всей видимости надо сказать минус минус префикс равняется ну user вот и вместо префикс user local у нас будет выбран префикс slash user обратите внимание на то что вот таким образом собранный бинарник пакет программный продукт будет работать если его из под рута установят вон туда в usr он не обязан работать если его установят из-под обычного пользователя вот сюда но зато он обязан туда установиться давайте мы это сделаем давайте давайте сделаем макон стол о давайте мы сюда вот перейдем и прям вот так вот сделаем вот вот перейдем в наш скажем вот так смотрите какая красота это прямо вот просто это что это мы это мы его не удалили секундочку не очень хорошая красота давайте мы ее удалим эту красоту и пересоздадим ее снова вот вот это уже красота соответственно все лежит там где нужно как если бы если бы мы это ставили в корень понятное дело что поскольку мы не админы мы в корень это не ставим но зато если из этого сделать архивчик и потом распускать его в корень оно будет работать вот вот это есть ситуация для нас как для разработчиков когда мы хотим чтобы из этого кто-то потом что-то сделал какой-то пакет понятное дело что в коде который мы используем мы должны будем пользоваться вот этим десдиром не десдиром префиксом префиксом и всякими другими штуками там их достаточно много давайте отсюда выйдем смотрите тут очень много разных переменных которые к нам приезжают которые к нам приезжают во вот они которые меряются относительно этого префикса и по хорошему всеми этими переменами надо пользоваться в нашем сишном коде хотя я так подозреваю что там будет гораздо меньше то есть надо туда что-то прокинуть или прокинуть или задефинить или сказать минус д там локали вот как тут советуется вот здесь вот где-то есть совет совет так сделать минус д локали дирс равняется чему-то сейчас где-то тут было да вот пожалуйста да мы просто берем и прокидываем вот одну из этих переменных в виде переменной си это самое сишной чтобы вот к нам в сишный код и в конфиг аж на самом деле приехал вот этот локали дир а нет в сишный код приехал вот этот локали дир или делаем определение переменной помните у нас это был один раз чтобы оно приехало прямо в конфиг аж оттуда забирать короче говоря сами должны прокидывать но фишка состоит в том что вся вот эта вот машинерия да вот это вот вполне доступно и вполне может быть ну использована в нашем пакете вот кстати по-моему я еще не сделал установку документации ха 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 да да нет да у нас еще нет установки документации установка документации это вещь в общем отдельная к сожалению потому что не всегда известно нужна она или нет вас так у нас закончилось время давайте мы на этом остановимся значит во что мы во что у нас вылилась вылся наш разговор мы долго говорили про почи работать с ними потом выяснили что в гите тоже можно хотя с некоторыми так сказать отдельными друг с другим воркфлом мы немножко проговорили по установку я показал как сделать так чтобы make install маны устанавливал куда надо а не куда не надо единственное что я не сделал я не описал как вот эту документацию с генерами установить но это я сейчас сделаю вот чего мы теперь пока не знаем а как это монтейнер будет превращать в пакет и это на самом деле целый курс про монтейнерство ну или по крайней мере точно не одна лекция но очень очень по-быстрому как сделать пакет для допустим антлинукса из вот такого исходника я видимо расскажу в следующий раз и это будет последняя лекция все если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте их я и так вон переборщил слегка вот окей вопросов больше нету тогда до следующей встречи следующая встреча у нас последняя она будет такая совсем уже обзорного плана потому что научить вас собирать пакеты за один раз я не не обещаю совсем вот сегодняшнее домашнее задание я еще я еще посмотрю то есть оно пока что пока что я в нем не уверен давайте я его публично прямо закомментирую вот чтобы значит не сбивать вас с толку когда оно появится я объявлю в чатике вот ну вот в общем собственно и все если вопросов больше нету то спасибо и до новых встреч в этом сезоне у нас будет в этом сезоне у нас будет встреча в наших лекциях последние вот ну а в следующем сезоне у нас тоже кое-чего планируется спасибо 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 Продолжение следует...